Военнослужащие регионального командования ЮК в очередной раз поделились донорской кровью с теми, кому она жизненно необходима. Сдача крови состоялась в Таразе, в самом масштабе регионального командования, куда прибыла мобильная группа Центра Крови в Жамбулской области. В небольшом автобусе мобильной группы Центра Крови умещается большой объем необходимого оборудования. Оно позволяет безопасно и стерильно осуществлять забор крови в любых условиях, даже в полевых. В штабе регионального командования ЮК медикам предложили разместиться в летнем тактическом классе, где обычно проводятся теоретические занятия по различным военным предметам. Военнослужащие со свойственной им дисциплинированностью выстроились в очередь, подходя к медикам небольшими группами. Пока одни еще занимались служебной деятельностью, другие проходили предварительный врачебный осмотр, сдавали кровь на анализы и садились в кресло, чтобы отдать 500 мл своей крови. Поток военных доноров не иссякал до конца дня. За день медики набрали около 40 литров донорской крови, и это только в штабе регионального командования ЮК. В эти же дни в Тарасском гарнизоне мобильная группа областного центра крови побывала и в других воинских частях регионального командования ЮК. К нам в штаб РГК ЮК мобильная группа приема донорской крови приезжает около двух раз в год. Я всегда стараюсь дать кровь, зная, что моя кровь всегда поможет кому-то из пострадавших, и это поднимает мой боевой дух. Визиты трансфузиологов к военнослужащим давно уже стали регулярными. Автобус с ярким символом на борту, каплей крови, как каплей жизни, приезжает в воинские части регионального командования ЮК два раза в год. Естественно, накануне все оговаривается в письменной форме. Никогда еще руководство регионального командования ЮК не отказало областному центру крови в визите. Как признаются медики центра крови Жамбылской области, военнослужащие регионального командования ЮК – самые активные доноры в регионе. Помимо того, что за один приезд к военным существенно пополняется банк крови, это еще и качественный материал, потому что военнослужащие постоянно занимаются физической подготовкой, регулярно проходят медицинское обследование и, как правило, отличаются крепким здоровьем. Продолжение следует...